Добрый вечер, с вами Артём Демьяненко и это «Спортивная десятиминутка». Минувшая неделя была богатой на крупные события в зимних дисциплинах. В санном спорте и бобслее прошёл чемпионат мира, а в биатлоне и фигурном катании – чемпионат Европы. Напомним, что трансляции всех главных событий мира спорта можно с комфортом посмотреть в барах «Олибет» на территории Латвии. Абсолютным триумфом немецких саночников завершился чемпионат мира по санному спорту. В 8 из 9 дисциплин золотые награды получили именно немцы. Единственную победу хозяева Оберховской трассы упустили в соревнованиях мужских одиночек, где первенствовал австриец Йонас Мюллер. Лучший из латвийцев Кристерс Апарьоц занял 5 место. Для латвийских спортсменов чемпионат мира выдался не слишком успешным. В тройку призёров удалось попасть эстафетной команде, в составе которой выступали дуэт Мартинжботц и Робертс Плумы, одиночный Апарьоц и его сестра Кендия. Предсказуемым триумфом Новака Джоковича закончился первый турнир большого шлема в теннисе. Король австралийских кортов в финале не оставил шансов Стефана Суциципасу. В женской сетке первую победу на большом шлеме одержала уроженка Белоруссии Арина Соболенко. В финале Соболенко обыграла Елену Рыбакину, которая в четверть в финале выбила нашу Алену Остапенко. Стоит отметить, что после Australian Open Остапенко поднялась на 12-ю строчку в мировом рейтинге. В пригороде Хельсинки Эспо были разыграны медали Чемпионата Европы по фигурному катанию. В трёх из четырёх дисциплин выступали латвийские фигуристы. Лучший спортсмен Латвии Денис Васильев после третьего места в короткой программе имел возможность второй год подряд оказаться на пьедестале. Однако после произвольной Денис занял пятое место. Тем временем в соревнованиях у девушек приятно удивила дебютантка Софья Степченко, занявшая 11-е место. О прошедшем Чемпионате Европы по фигурному катанию поговорим со специалистом этого вида спорта, международным судьёй Агитой Абалы. Добрый вечер. Лавакар. Завершился Чемпионат Европы в ВСПО. Какие главные впечатления и эмоции от этих соревнований? Лавакар. 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 Ар мейтенем, как 16-ти годы веков, как это было ангелиней Кучевалске, когда они 16-ти годы изменили четвертое Европу Чемпионата, то есть лилая паверта, когда мейтене клюсту пара сиевьетами. Это пара не только 17-18 годов, и это будет круто, как эти две годы изчерстся, как они так и были, и они уехали, если нет. Можем не верно, а не верно, как на Великой, не только в Латвии, а и в Америке, не и в Америке, а и в Америке, многое, и на нёме с вами нету. И нёма годы не спутят, что это злайкзнитель ваше время реализовать. Висто на то, как конкретно индивидуально пацаны и пацаны нёма 2 годами. Шеет контекст, не только в ней, но и в ней это талант. Разбограмма. И это паромается периода из бутиков. Он выделёнет мартов, он отбалст, он отбалст. Когда нибудь действительно так, что там наиболее, мы собрали. Не одно из носов, но к себе, чтобы вы мог обращаться, чтобы не прожить к этому противовому. Я считаю, что они очень активно из носов. Я считаю, что вы снизу buscando, что это снизу, и я существу, и я что-то не требую это. Но то, что вы спорют тест, командам потому что у вас есть совсем другие, это reinforced, я finde это очень активно. И это все. Попробно это, а у audience, Субтитивно-рекоменды, генн. Виктор субтитивно-рекоменды. Реклама позитивно-рекоменды. Хочет спортивные, которые бодрые ищут, как собраться с собой, то, что они говорят. Поздравляем поблагодарить вам, что вы уже сегодня с этим шедневным. Поздравляем! Газ на самом деле! Поздравляем субтитивным. Спасибо за интервью. Удачи на нашим спортсменам! Сегодня у нас гасти Агитабле. Поздравляем! На каналах ТВ3 Спорт и платформе GO3 на этой неделе будет много футбола. В Италии, Испании и Франции стартовал второй круг. Уже завтра лидер чемпионата Испании Барселона постарается взять три очка в гостях у Бетиса, а мадридский Реал в четверг примет Валенсию. Главным матчем выходных станет миланское дерби между Интером и находящимся в кризисе Миланом. В регулярном сезоне Евролиги на этой неделе снова два игровых дня. Каунасский Жальгерес завтра в Турции ждет испытания от Анадолу Эфос, а уже в пятницу команда Роланда Шмидта примет белградский партизан. На легендарной трассе в швейцарском Сант-Морице продолжается чемпионат мира по бобслею и скелетону. После шестого места в соревнованиях двоек сильнейший латвийский пилот Эмил Сципулес поборется за высокие места в четверках. Заезды пройдут в субботу и воскресенье. Сегодня на этом все. С вами был я, Артем Демьяненко. Встречаемся, как обычно, через неделю в это же время на канале ТВ3+. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова